Итак, уважаемые, очередное видео. Это видео также на вопросы-ответы, которые очень я посчитал нужными. Для всех, кто будет задавать вопросы, очень часто задают, и это в моей практике встречалось, и в вашей практике встречается. И поэтому оно будет очень интересно. Значит, пользователь, подписчик или не подписчик, я не помню, но тот, который смотрел мое видео, сделал комментарий, называется «Звать Карен Оветтисян». Доброе время суток. Можно ли семью с бесплодной маткой отправлять на зиму? Спасибо за внимание. Вопрос интересный, потому что это не потому, что человек хочет отправить семью с бесплодной маткой в зиму, а потому что так получилось. Это такое бывает, и даже пчеловоды некоторые не замечают, почему это у них так получается. Бывает так, что осенью по каким-то причинам матку они сменять хотели. И пусть маточник новый вышел, как говорится, матка, убили матку, а погода неблагоприятствовала, и матка пошла в зиму неплодно. Обычно такие матки в зиму спокойно зимуют, и проблем нет. Бывает, что отрутовит матка. И это бывает, потому что осень теплая, и эта матка неплодна, хоть, как говорится, или трутни не было, она не смогла оплодотвориться, или дожди были. А погода теплая такая, знаете, ну как, морозов нет, и пчелы ее быстренько начинают кормить, и она начнет класть трутовые яйца. И такое бывает, что по весне, смотрите, в семье трутовки есть. Ну, обычно бесплодной маткой пчелы перезимовывают нормально, и можно подставить туда по весне расплод. И обычно в таких семьях, где бесплодная матка неплодная, сохраняются трутни, как правило, потому что пчелы понимают, что матка неплодная, они сохраняют трутни, и даже в сильных семьях бывают, сохраняют трутни. По каким причинам, не знаю, часть пчел выгоняют трутни, а другие семьи почему-то сохраняют. Или слабенькая семья, может, трутни помогают обогревать, не знаю, ну, такие устройства, то есть ситуации бывают. Поэтому семья может перезимовать, если пчелы достаточно, и по весне можно туда поставить или новую матку, но лучше объединить, это кто как хочет, хотите, можно объединить, если вы осенью заметили все-таки, то эту семью можно и осенью объединить, и даже в мороз можно объединить. Поднимаете крышку, берете эти все рамки, сразу переставляете, потому что, ну, как в мороз, я не говорю, что в 40 градусов мороза, а, ну, может, 1, 2, 3 градуса мороза, может быть, 5 градусов тепла, до 10 градусов тепла, в этой промежутке можно запросто приподнять, переставить, потому что пчелы круглосуточно, зимой, стараются поддерживать температуру до 14 градусов тепла. Они не впадают в спячку, они некоторое время дремлют в сотиках. Зимовать пчелы не могут без сотов, это уже проверено, доказано, для них это смертельно. Итак, на этот вопрос, я думаю, мы ответили. Давайте другой посмотрим. Ваня Горелый задает. Спасибо поучительно, расскажите, пожалуйста, преимущества, недостатки содержания пчел в улях, лежаках и многокорпусных улях. Спасибо. Итак, друзья, это тоже интересный вопрос. Многие люди держат пчел в многокорпусных, многие держат в лежаках. Что мы имеем? У каждого свое мнение. Одни люди привыкли держать в лежаках, другие привыкли держать в многокорпусных. Но я держал и в тех, и в тех ситуациях. Что я вам скажу? Мне нравится в лежаках, хотя я держу в многокорпусных. Когда я обслуживал в лежаках, скажу, почему нравится. Все мы, пчеловоды, работаем очень много. И если вы держите многокорпусные, то вам приходится постоянно манипулировать корпусами. Попробуйте поднимите корпус. Хорошо, если это стандартный, рутовский на 230. А если он там больше, на 11 рамок, на 12, на 13, ого, это если он без меда, его с трудом поднимаете. А если с медом? Как правило, все эти работы пчеловоды надрываются. Хотя они и долго живут, но иногда они так надрываются, если с медом, это очень тяжело. Поэтому есть разные приспособления, чтобы снимать эти корпуса. Ну, конечно, вы этих приспособлений не видели у тех, кто держит лежаки. У них не надо приспособления. Там 20, 24 рамки. Пчеловод манипулирует рамками. И не надо ему поднимать, не надорвется. Потеря здоровья приводит к большим проблемам. Здоровье невозможно лечить, вернуть ничем. Особенно, когда с Советского Союза перешли на капиталистический строй. Я сейчас живу уже около до 30 лет, как говорится, в Соединенных Штатах. То я вам скажу, за все платить надо. Поэтому я советую всем, кто начинает, лучше начать все. Если вы знаете технологию разведения пчел и законы пчелины, они везде одинаковые. Считаю, что это вполне достаточно для любителей. Заниматься с лежаками. Это для здоровья не вредно, но полезно. Так что вот такой вот будет ответ. Дальше мы смотрим, какие вопросы. Александр Петрович Бичерев. Доброго времени суток. Спасибо автору за видео. Коллеги, выношу на обсуждение вопрос, возможно ли одомашнивание пчел. Вопрос интересный, конечно же. Я вам скажу, что у каждого есть свое мнение. Кто-то скажет, возможно, кто-то скажет, невозможно. Одомашнивание пчел, потому что они мало живут, они живут 45 дней. За это время они не успевают привыкнуть. Но хочу сказать, если вы занимаетесь пчелами правильно, они будут практически вас не жалить. Ну, конечно, есть исключения, если старая пчела, она без разрешения жалит. Молодая имеет такое свойство, бьется. Вы говорите, иди, иди погуляй, тебе жить еще надо. Ну, она побьется, побьется и полетела. А старая пчела, вот сейчас осенью я смотрел, сегодня 19 сентября. Так они сходу, не разговаривая. Виноват ты, не виноват, знаете. Подлетай ты, раз тебе и в нос, и в ухо, и под глаз, и куда хочешь. И в руку, и в ногу. Не разговаривая. То есть, уже старые пчелы имеют такое свойство нападать. Я не могу ответить правильно на этот вопрос. Я только отвечаю в том варианте, вы смотрели мои видео, что если правильно работать с пчелами, они практически очень мало кусают. Итак, если кто-то знает на этот вопрос, ну, другой ответ, что можно одомашнивать, то, пожалуйста, можно задать или ответить в комментариях. Еще один вопрос. Уважаемый Павел, здравствуйте. У меня вопрос по поводу маток. Выявилась матка плодная, сеет ровно, расплод хороший. Но некоторые яички в ячейках лежат не всегда по центру. Стоит ее убирать или это со временем пройдет. И еще, сейчас у нас безвзяточный период. Я подкармливаю пчел, чтобы матки не уменьшали яйцекладку. Но в семьях не больше 3-4 граммах с расплодой. Для этого периода это нормально, или яйцекладка должна быть выше. Спасибо заранее. Ну что, Олег, мы вам скажем, что вопрос очень правильный. Матка вывелась плодная, расплод ровненький. Что хочу сказать, она только-только начала сеять. Вы все с этим согласны, услышали, что матка вывелась только. И она всегда, так сказать, еще не вошла в колею. Ну, главное, что расплод ровненький, не горбатый. И пчелка в пчелку сеет хорошо. А то, что не по центру, это не страшно. Потому что все равно пчелы будут там, это самое, кормить эту личинку. Она ляжет ровненько, как полагается. И займет ровное положение. И это не страшно. Вот. То, что он подкармливает пчел, это правильно. Потому что взятка нету, это хорошо. Ну, еще он говорит, что 3-4 рамки с расплодом. Да, больше и не надо, друзья. Знаете почему? 3-4 рамки с расплодом, они дадут, допустим, 3 рамки дадут 6 рамок пчелы. А 4 рамки дадут 8 рамок пчелы. В зиму это очень нормально, больше не требуется. Если семья делает 6, 8, 9 рамок расплоду и больше расплоду, не пчелы, а расплоду, запечатанного 6 рамок, то представьте, это будет 12 рамок пчелы в зиму. Вам это совершенно не надо. И плюс они съедят весь сахар, и вы ничего не получите. Так что, Олег, у вас все правильно идет, развитие верно. Ну, бывают такие семьи, которые неразумные, так они используют неправильно сахарный сироп. Еще один вопрос. Антонина Ждановская. Павел, спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста, 3 семьи, нуклиусы в скобочках, с плодными матками, пустит зиму по отдельности, боюсь, не перезимует. А зима у нас минус 47 бывает, зимует на воле. Хочу соединить. Но какую матку выбрать? Можно ли соединить их, а пчелки сами разберутся, какую им матку оставить. Спасибо. Ну, что я вам скажу, друзья. Вопрос правильный. Осень подходит, кого-то нуклиусы, кого-то нет. Я тоже буду соединять где-то, сбрасывать их до кучи. Ну, оставшихся пчел все-таки жалко, как говорится. А там они все-таки еще поддерживают температурный режим. И в любой сильной семье они помогут соединиться. Могут соединиться запросто, если там это самое. Выберут себе отдельную матку. Значит, что, скажу этой Антонине. Выберут, можно соединять три-четыре. Они себе матку выберут, какую они усмотрят. И она останется в зиму. Хорошо, следующий вопрос. Сел рой Алексей Хороший, задает вопрос. Сел рой в ловушку. А взятка практически не стала. Пчелы что-то тащат, быть может, гречи худо бывают. Но надалеко. Что делать в таком случае? Это было одна неделя назад вопрос, друзья. Неделя назад, это уже сентябрь. Это все вопросы, которые произошли приблизительно в течение недели. Вот это сентябрьской. Поэтому и все вопросы насущные, сегодняшние, вопросы дня, как говорится. Что может быть? Человек не хочет снимать ловушку. Ловушка стоит. И, как говорится, не хочет туда заглядывать. Задает вопрос, как подкормить. Очень просто, друзья. Наливаете в кастрюлю, в тазик сахарный сироп. Насыпаете туда солому, сухую траву, так, чтобы пчелы не топились. И желательно налейте в этот самый бросиночку. Такой спрей есть, нажимаете. Баночка небольшая. Побрызгали вокруг, возле пчелы. Они сразу, моментально. Вообще пчелы, они такие чувствительные. У них запах в 10 раз лучше, чем у собаки. В 10 раз. Собака, знаете, ищейки все, они по запаху определяют. Она может лететь поверху и определить, что внизу ведро с водой стоит. Она сразу разворачивается и опускается на воду. Вода, какое испарение дает, какой запах. А ей тем более запах дает сироп сахарный. Поэтому достаточно одной-две пчелы попасть в этот тазик. А они возьмут этот сироп, то следом все перекачают. Итак, друзья, значит, по этому вопросу мы ответили. Что делать в таком случае подкормить, чтобы не заглядываем. Так, еще один вопросик. Пчеломор задает вопрос. Спасибо, Павел, за идеи. Собирался по одной рамке на ПП поставить. А тут мудрость. Ничего. Забивать голову. На вашем канале оказывается много поучительных. Спасибо за труды. Это на канал, какой нуклеус спустить в зиму. Это я поставил, как говорится, вертикально. Сначала сделал, ну там есть какой нуклеус. Сделал практически на пол магазина. На четыре рамки магазинных. Чтобы они вставлялись лежачие. И потом поднял. И вертикально. Это такая зимовка более удобна. Когда рамки стоят вертикально. И это понравилось многим пчеловодам. И они говорят, о, это хорошая идея. Потому что если вы делаете чисто вертикальную рамку, вам неудобно ее поднимать. Она имеет большую высоту. Вот так вертикальная рамка, вот так она поднимается. Она имеет большую высоту. И снизу, это украинский улей. Имеет такую рамочку, как говорится. Очень трудно работать, как говорится. И многие просто хотят, чтобы рамочки вот так стояли. Когда они так стоят, а потом к зиме поворачиваем на 90 градусов, ставим вертикально. И все. Только заклиниваем эти рамочки с этой стороны, чтобы они не болтались. И все. И пчелы зимуют легко, вертикально. И они не отклоняются ни влево, ни вправо, так сказать. Это был благодарственный комментарий пчеломора. И других тоже. И еще один комментарий. Александр Голянов. Спасибо за видео. Лайк. Как понять, пчелы хотят покормить матку или убить? Когда они сидят на клеточке? Я уже писал, что я начинающий пчеловод. Да, друзья, это очень интересный вопрос. И я тут немножко отвечал этому человеку. Я попробую и это самое ответить. То, что я ему ответил. Значит так. Спасибо, Александр Голянов, за вопрос. Я постараюсь вам ответить. Есть много вопросов, на которые надо знать ответы. Как давно ваша или как долго ваша семья была без матки? Это первый вопрос. Потом, сколько дней стоит клеточка с маткой в семье? Второй вопрос. Если семья хоть и давно без матки, но не отрутоила, то она свободно принимает матку, особенно осенью или весной. Это мы все должны знать, что весной и осенью пчелы хорошо воспринимают матку. И если клеточка стоит день, два или три дня, матка живая, то это значит, что пчелы кормят ее и воспринимают ее положительно. Но для полной гарантии еще далеко это. Этот прием происходит не у всех семьях, потому что разные семьи по-разному реагируют. Одни сильно любвеобильные, другие помнят свою матку, а другие менее любвеобильные, быстро меняются на другую матку. Для начала я заклеиваю отверстие тоненькой пластинкой воска по центру. И делаю маленькое отверстие у пластинки воска. Один-два миллиметра, гвоздиками, которыми края рамки мы забиваем. И что дальше? И тогда ставлю эту клеточку в семью. Если семья воспринимает матку, то они буквально на следующий день выгрызают и выпускают матку. Это гарантия почти стопроцентно, что матка принята и хорошо принята. Если семья не воспринимает, я в этом году имел такой вариант, заклеил, дырочку сделал, поставил, смотрю, клеточка стоит вот так вверх, я наблюдаю, глянул внутрь, дырочку заклеили, запропульсовали дырочку, не пускают матку на улицу. Ну, я все-таки, знаете, что сделал? Я все-таки открыл, выпустил матку. Ну, что я вам скажу? Они были правы, пчелы. Матка оказалась некачественная. Я эту матку покупал, и она стала плохо сеять, они ее мучили, мучили. А убить они ее не убили, потому что им деваться некуда, подсунули такую. Ну, в конечном итоге мне пришлось все равно убрать, потому что она некачественная оказалась. Итак, друзья, вот такие варианты. Значит, они принять могут, но если даже и после этого не принимают, я обычно, это я экспериментировал, обычно, если заклеили, я делаю так, для полной гарантии, беру рамочку с расплодом, ставлю в эту семью, пчелы начинают кормить, потому что неизвестно, сколько времени была семья без матки, может, там уже трутовки такие получились, активные, понимаете, которые еще не кладут, но они уже возомнили себя царицами. И они часто напрыгивают на матку и пытаются ее ужалить, и калечут матку, короче говоря. Но когда вы ставите рамочку с расплодом, все они переключаются на кормежку расплода. У них прекращается инстинкт воцарения, инстинкт маток, и потом я эту матку открываю, уже свободно и выпускаю. Таким образом она воспринимается почти 100%. Они перестают ее грызть. Редкий случай, когда пчелы накидываются уже в таком варианте и грызут. Значит, что-то не так с этой семьей, возможно, там матка есть. Итак, друзья, и еще пару вопросиков. Михаил Максимов задает вам вопрос. Господа пчеловоды, я обращаюсь к вам, потому что ваше мнение для меня не только очень важно. Поэтому я прошу вас прокомментировать мое видео. И если есть такая возможность, и снять видео по этому поводу. Может, в техническом плане, может, съемка и не очень. Но ваше мнение по этому поводу для меня не только может многое решить. Итак, друзья, этот человек задает вопрос. Такого порядка я просмотрел, видео небольшое там, что купил прополюс. Прополюс. Купил такой небольшой прополюс. Целлофановым кулечком, штук 10 таких пакетиков, стаканчиков небольших купил. И что? Говорит, вот у меня другой прополюс я растворил. Он был темный, все нормально. А этот растворил желтый. И говорит, подстроили, пахнет прополюсом, подделали. Я отвечаю этому человеку таким образом, друзья. Спасибо, Михаил. Просмотрел ваше видео, что сказать? Первый вопрос. Вы пчеловод? Не знаю. Второй ответ. Второй ответ на ваш вопрос. Я собираю прополюс уже длительное время, исследовал этот вопрос. Да, в прополюсе часто присутствует доля воска. Поэтому купленный прополюс сначала надо очистить. Это другая тема. Потом прополюс имеет разный цвет. Даже красный, желтый. И тоже потом воск организмом не усваивается и не вредит человеку. То есть, если человек взял этот воск, он обычно выходит как лишний. Отходы он ни положительный, ни отрицательный, как мясо вы кушаете. То есть, 30% усвоилось, а 70% пошло в отходы или наоборот. То есть, что-то в отходы идет у человека. Вот точно так и воск идет. Этот жир не усваивается человека. Потом воск это жир. А прополюс можно отнести к составу клея. Вам, я думаю, продали просто прополюс с примесью воска. Какой процент, я не знаю. Бывает меньше процент, бывает больше. Но это не значит, что магазин плохой. Магазин пчеловодный, он берет на продажу у разных пчеловодов. Надо спрашивать, прополюс очищенный или необычный. Нет. Обычно продают неочищенный. Плюс, кто покупает прополюс, я советую знать, как очищать прополюс, чтобы употребить для себя. Потому что прополюс, я вам гарантирую, всегда практически идет неочищенный. У нем есть, находятся разные составы. И бывает, и это самое, и воск бывает, и пыльца бывает, и бывают отходы. Отходы какие, я имею в виду? Ну, когда пчелы, знаете, вычищают ячейки, они тоже эти ячейки склеивают прополюсом, и тоже может попасть туда такие отходы. Поэтому все это надо очищать. Знать, как очищать? Ну, это не на этот вопрос. Мы пока не можем ответить сейчас. В смысле, возможности не позволяют. Время очень торопит. Значит, что еще? Прополюс всегда идет в осадок, а жир, воск всплывает наверх. Это все знают. В осадок выпадает также и все, что не жиры. Это вроде, ну, грязи разные. Нельзя винить или осуждать магазин, или всех пчеловодов. Бывает, что кто-то подмочит репутацию продукции. Я живу в США и ничего не имею с вашим магазином. Свой прополюс я раздаю даром. Советую правильно очищать. Успехов вам. Поэтому, друзья, вот такой казус произошел с одним человеком, и он поинтересовался, что это такое, как говорится, как, с чем его едят. И с этим прополюсом. Я думаю, вам это будет интересно, потому что прополюс годится для ингаляции и прочих лечебных средств. И еще один вопрос. Спасибо за видеоролик. Интересно, а сейчас матки могут спариваться или уже поздно и вообще сроки спаривания маток ограничены? Это задает вопрос Сергей Сибирцев. Спасибо, Сергей Сибирцев, за вопрос. Вопрос был правильный, потому что в настоящее время часто тоже пропадают матки. Матки могут спариваться до 30 дней, Сергей Сибирцев. Вот. Но это все зависит какая зона и в какой местности вы живете и сколько пчеловодов вокруг вас. Если вы там одни живете и у вас одна, две, три семьи, то меньше гарантии, что ваша матка спарится. Но если в вашей округе есть много пчеловодов, матка летает до 18 километров на спаривание. Если в радиусе 18 километров, а в диаметре это 36 километров от вашего центра, если считать, вот, радиус 18, а по кругу, что в одну сторону 18, другую, то матка может спариться с любыми трутнями, которые есть на других пасеках. Когда и как спаривается, бывает, что осень, бабье лето, тепло, и еще сохраняются в некоторых семьях трутни, которые могут спариться с вашей маткой. Ну, обычно до середины осени. Я так, это с моей практики, я жил в разных местностях, и в Ростовской области жил, и вот здесь жил и чуть севернее, и южнее в США, то я вам скажу, где-то до середины сентября практически гарантировано спаривание. Ну, есть такие, которые не спариваются и среди лета и не возвращаются, то я говорю о тех, которые возвращаются, что есть процент, что она может спариться. Также где-то с середины весны, когда появляются трутни, матки тоже могут спариваться. Итак, друзья, заканчиваем наше видео. До встречи, задавайте вопросы, будут еще вопросы, любые вопросы, глупые, неглупые, ставьте под видео, постараемся ответить вам непосредственно и для всех людей, которые будут важны эти вопросы, мы тоже так же сделаем видео отдельно. До встречи, подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!